Нас с мужем, мы вроде вместе, но мы не вместе. Он говорит, куда ты вырядилась? Периодически высмеивает. Я не крашусь, потому что мне просто некогда. Шорты, циволка, сандалии, кроссовки и все. Всем большой привет! Меня зовут Кристина Новикова, и я профессиональный визажист-стилист. Привет! Меня зовут Мария Шеди, я профессиональный стилист и модный блогер. Сегодня вы находитесь на нашем шоу «Преображение», где мы меняем не только судьбы людей, но и их внешний облик. Потому что мы уверены, что как ты выглядишь, так ты себя и чувствуешь. И сегодня у нас героиня, которая расскажет вам свою историю. Надеюсь, она вас очень тронет и кому-то, возможно, поможет поменять свою жизнь. Ну а мы не будем затягивать и приглашаем к нам Екатерину. Привет! Меня зовут Катя, мне 35 лет, живу я в Москве. Я мама в декрете, у меня две замечательные девочки, 7 и 2 годика. Я пришла на «Преображение», чтобы преобразиться. Хочу увидеть себя с другой стороны, насколько я мог быть яркой, уверенной, стильной, модной мамой. Кать, привет! Расскажи мне, пожалуйста, немножко о своей жизни, насколько я знаю, у тебя двое детей. Да, второго ребенка мы не планировали. Получилось спонтанно. Трудности какие были. Маникюр не сделать, медикюр не сделать. Туалет не сходи. Муж постоянно на работе и в ожидании выходных, что он мне поможет, да. И вот эти пять дней просто молилась, когда же начнутся выходные, чтобы мне кто-нибудь помог с детками. Сейчас я чувствую обычный, я не знаю, может где-то скучный, забитый мамой, да, или... Ну, я не знаю, я не знаю. Вот я помню тот момент, я приехала на концерт со своей пиарщицей, ну, со своей пиарщицей, и она говорит, Кристина, что с тобой, почему ты танцуешь, как будто ты завтра уже умрешь? Я говорю, я впервые вышла из за шесть месяцев из дома. И я впервые вот так вот выходила. Было ли у тебя такое, и через сколько после родов? С первородами я, наверное, вышла года через три. Ну, да, у нас, знаете, как у нас, у нас с мужем такое, что мы вроде вместе, но мы не вместе. Мы отдыхаем порознь. Вот, ну, когда мы уезжаем... Он обратился. Ну, да, ну, получается, я, ну, одеваюсь, как вот обычная статистическая девушка. Было ли у тебя такое, ты смотришь в зеркало, я лично плакала. Я вот сейчас плачула. Блин, прости, пожалуйста. Почему вот меня останавливает, да, как-то вот одеться, наверное, осуждение со стороны подружек, потому что они не такие, ну, как... Они как я, просто, ну, у меня есть знакомая, которая меня периодически высмеивает, если я там могу одеть в платье, ну, какое-нибудь. Он говорит, куда ты вырядилась? Ты же идешь на площадку, ты будешь в песочнице в этом сидеть. Я говорю, ну, иногда хочется как-то красиво выглядеть. Ну, да, согласна. Очень хочется вернуть, да, то время, когда я... У меня было каких-то мыслей, что нужно покормить, а, не знаю, одеть, выгулить. Просто наслаждалась жизнью. Я использую обычную одежду, потому что на площадке это просто удобно. Шорты, футболка, сандалии, кроссовки. И все. Один из самых актуальных вопросов – это вопрос про трендовую обувь на это лето. Рассказываю. Самыми трендовыми моделями являются модели на грубой подошве в мужском стиле. Одним из самых актуальных и спорных трендов этого сезона являются сандалии рыбака. Они могут быть как в черном варианте, так и в таком бежевом. Следующая модель сандалии, которая мне безумно нравится тем, что она смотрится одновременно и динамично, и при этом очень комфортно. Это сандалии на массивной платформе с открытым носиком. Также в тренде и женственные варианты. Варианты с тонкими ремешками. Они могут быть на каблуке, как у меня здесь, а могут быть также на плоском ходу. Для Кати уже готов макияж, прическа. И я подобрала ей образ, который подчеркивает ее индивидуальность. Теперь финишная прямая, аксессуары. И самое интересное, что Катя еще не знает, что ее ждет. Она еще себя не видела, и мне кажется, это будет самый эмоциональный и крутой момент. Ну что, у нас сейчас момент истины. Мы преобразили Катю. Она сейчас в вечернем образе, и она еще себя не видела. Я сама, если честно, очень волнуюсь. Кать, как у тебя ощущения? Ты волнуешься? Очень волнуюсь. Ну что, сейчас будем поворачивать зеркало. Поехали. Можешь смотреть? Ой, боже мой. Ой, такая пустяная. Что ты чувствуешь как? Я. Ты узнаешь себя? Узнаешь себя? Когда-нибудь тебя так увидела? Нет, даже в Ассоне такого не было. Нам захотелось добавить тебе в образ какую-то изюминку, фишку. Да, и подчеркнуть и приумножить твою естественную красоту, потому что у тебя офигенная фигура, у тебя очень красивые черты лица. И мы просто это чуть-чуть усилили, подчеркнули, и вот получилось просто вообще небо и земля. Ну самое главное, что тебе нравится. Да, спасибо. Просто прекрасно. Чувствую себя дивой. Мне прям можно сейчас на красную дорожку идти. Итак, у нас второй образ. Если первый у нас был мега вечерний, то второй у нас уже больше навстречу какую-то с подружками. Или просто сходить куда-то не на вечер, не в театр. И ты можешь открыть глазки пока что, не смотреть ни в какую сторону. Сделали мы образ очень гармоничным, на мой взгляд, но опять-таки наша модель еще его не видела. Давайте мы ей покажем этот образ, а потом я прокомментирую, что мы сделали. Ух ты! Ой, как здорово! Звезда инстаграма. Да. Очень классно, очень стильно. Куда бы вышла в таком образе, расскажи. Ну, в ресторан с подружкой точно можно куда-нибудь прогуляться, я не знаю, может быть, вечерний променад какой-нибудь с мужем. Немножко прокомментирую, что мы сделали с помощью макияжа. Так как у нас немножечко заужена височно-лобная зона, и вот здесь куловая кость немножко выпуклая, мы затемняли эту часть, сделали кожу более бронзовой, для того, чтобы она такая была отдохнувшая, холеная, с хайлайтером. Немножечко увеличили губы, чтобы убрать небольшую асимметрию, и подчеркнули глаза. У нас есть небольшое нависшее веко, и благодаря смоке мы как раз минимизировали этот вид глаза, да, и, соответственно, приподняли немножко, поставив брови, глаза, тем самым раскрыв взгляд. И мне кажется, у нас очень круто вышло, потому что мы сразу вытащили зеленый оттенок глаз, убрали объем на веке, сделали глаза более распахнутыми и открытыми, и большого размера, и, соответственно, с помощью волос мы убрали вот здесь немножко объемную часть еще больше, тем самым гармонизируя вверх и вниз, и сделав лицо более овальной формы. В этом образе я сочетала современные тренды, добавила немного цвета, потому что Катя достаточно яркая личность, и мне захотелось подчеркнуть это, и подчеркнуть также ее индивидуальность. Поэтому я добавила сюда тренды в виде удлиненной юбки длины макси с разрезом эффекта, и, кстати, этот образ можно трансформировать, не обязательно добавлять сюда каблуки. Если хочется пойти, например, куда-то на прогулку, то можно заменить их на белые кеды, можно также снять украшения, и это уже будет такой более повседневный образ, и вместо сумочки, например, взять рюкзак, то есть такой образ-трансформер. Асимметрия здесь достигнута с помощью куртки-косухи, которая по цветам красиво и гармонично подходит нашей героине. Ну что, прямо сейчас вы стали свидетелями того, как сильно меняет и макияж, и укладка, и одежда человека не только снаружи, но и мироощущение. Меняются взгляды, меняется ощущение того, как человек себя чувствует и какие у него эмоции бывают. И мне бы хотелось, чтобы каждый из вас написал в комментариях, какой образ вам понравился больше, что именно вы бы применили на себе, и, возможно, у вас откликнулась наша история, и вы можете рассказать свою. И, возможно, прямо сейчас вы сможете стать еще одним героем нашей рубрики, потому что мы также ищем много-много участников, которым сможем изменить жизнь. Если вы хотите стать героем нашей программы, обязательно пишите в комментариях свою историю, расскажите, почему именно вы хотите попасть к нам на преображение, и мы с удовольствием поможем вам. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых выпусках. Пока-пока!